Здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые телезрители и те, кто хочет глубже познавать книгу книг. Заглядывать туда не просто от случая к случаю, но познавать, что же имел в виду Иисус, когда Он говорил те или иные притчи, те или иные слова, заповеди, как их приложить к жизни, как двигаться в том, что является мудростью небес. Слава Богу за то, что Иисус именно эту мудрость являл. Сам Он сошел с небес, из сердца Отца. И поэтому дух совета, дух крепости, который почивал на нем еще от самого начала, дух мудрости, это все то, что проявлялось в его жизни. И каждый раз, когда мы соприкасаемся с его речами, надо помнить, что это не простое слово, которое можно так, скажем, понять сразу, прочитав, а это слово, которое мы понимаем, прочитав, но если мы начинаем в нем двигаться и размышлять, то мы поймем гораздо больше. Мы вычерпаем гораздо глубже, достанем до того, но не достанем, а черпать можно больше, больше и больше. И поэтому я хочу вас благословить не только из того текста, который мы сейчас с вами возьмем, получать уроки, но и тогда, когда вы сами будете прочитывать. Задавайте Богу вопрос. Господь, а что я еще не взял из прочитанного? Что мне сейчас важно услышать и к чему мне важно еще приложить свое сердце? А потом и практические шаги. Какие ты ожидаешь от меня? Поэтому я вас благословляю, друзья, и себя, и вас таким познанием. Иисус Христос, когда говорил 13 главу Матфея, как раз мы сейчас здесь находимся, она не была под этим номером, она просто была продолжением его речи, когда он говорил притчами ученикам и всем, кто окружал их, его. Но также он сказал своим конкретно ученикам, вам дано знать тайны. Вы знаете, что тайны на поверхности не лежат. Вы знаете, что люди, которые хотят познавать тайны и познают их, они начинают знать нечто больше, и тогда у них возможности тоже увеличиваются. Поэтому, когда мы прикасаемся к тайнам, которые говорил Иисус Христос, то мы прикасаемся к вечным возможностям, которые могут пролиться в нашу жизнь. Либо, наоборот, мы лишаемся этой возможности, так как не захотели познавать тайны. Поэтому мы сейчас с вами находимся в этом пути или путешествии, если хотите, познания тайн тех притч, которые Иисус говорил людям вокруг себя и ученикам непосредственно. Поэтому то, что мы сейчас с вами рассматриваем притчу о сеятеле, ее так называют, притча о сеятеле, хотя можно назвать и о семени, и о почвах сердца, все будет верным. Потому что, безусловно, без сеятеля то и почва мало имеет значения, потому что мы тогда ничего не можем от нее ожидать. Но если есть сеятель, то надо разобраться с почвой, надо разобраться с тем, что окружает нас. И семя, соответственно, у сеятеля тоже должно быть. И Иисус и слово – это идентичное явление, то есть сам он стал словом. Но тогда, когда он теперь изрекал это слово, то оно было наполнено энергией жизни. А значит, семя, которое может принести огромный урожай, если оно попадет в правильную почву. И поэтому мы с вами рассматривали в прошлый раз две почвы, которые между собой имели определенного рода взаимоотношения в том, что туда падало одинаковое семя. Семя было везде одинаковое. И если рассматривать всю притчу, то там четыре почвы, а семя везде одинаковое. Мы в прошлый раз рассмотрели почву, которая при дороге, и каменистая. Две почвы. А сейчас мы посмотрим еще одну. И это третья почва, которая связана уже с новым явлением. С каким же? А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но заботы века сего и обольщение богатства заглушают слово, и оно бывает бесплодно. Итак, друзья, когда мы с вами прочитываем подобный текст, то, конечно, акцент на то, что оно становится бесплодным, что семя не может принести полноту урожая. А я хотела бы сейчас сделать на слове тернии. Что это такое? Потому что у нас у каждого есть своя ассоциация с подобного рода словом. Может быть, не совсем нам понятно это слово в природе, как оно выглядит. Не все видели, как растет терновник. Но мы знаем, что такое сорняки. Мы знаем, что такое, может быть, то, что мешает расти благородному семени. Уж с этим-то сталкивались все. Но терновник – это нечто большее, чем просто сорняк, а это то, что очень тяжело вырвать из-за его колючек, из-за того, как он распространяет свои ветки, если так можно сказать, либо, по крайней мере, свою растительность. И поэтому, когда мы говорим о терновнике, то лучше с этим разобраться. Если в физическом мире мы можем найти вид этого растения в интернете, в физическом плане, может быть, кто-то с этим соприкасался и помнит, и знает внешний вид. А теперь давайте мы посмотрим, перенесем это на сердце. Значит, в сердце могут находиться подобного рода колючки. Так о чем тогда идет речь? Что имел в виду Иисус, когда он говорил о терновнике? И я думаю, что с этим стоит разобраться. Если это в нашем сердце, друзья, то это чего-то нам будет стоить. Потому что сердце – это место контакта с самим собой. Сердце – это место контакта с Богом, и оттуда исходят все источники жизни. А значит, это взаимоотношения с другими людьми. И если там терновник, то это будут чувствовать все. И сам человек будет от этого страдать, и окружающие люди. Он будет колоться. Он будет забирать силу от благородного семени, не дав ему прорасти. И поэтому, если мы с вами с этим разберемся, то мы можем не просто что-то изменить в жизни, а глобально многое поменять. И поэтому сейчас я хочу с вами прочитать некоторые переводы этого же самого текста. Если здесь в привычном нам тексте мы прочли, что такое терновник – «заботы века сего, обольщением богатства заглушают слово, и оно бывает бесплодно». А сейчас я хотела бы посмотреть другие переводы, и уже отталкиваясь от них, тоже с вами поговорить. В Евангелии от Марка этот же текст пока еще синодальный перевод, но звучит у другого евангелиста подобное слово. «Посеянное в тернии означает слышащее слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает бесплода». Итак, слышащие слово – это те люди, которые информацию уловили, поняли смысл, который говорит Иисус, но дальше что-то происходит. А теперь новый перевод в Евангелии от Марка. «Но повседневные заботы, любовь к богатству и другие желания заглушают слово, делая его бесплодным». Еще один перевод, теперь уже от Луки. «А упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это пока мы о терновнике. Семена, упавшие в терновник – это новый перевод – это те люди, которые слышат слово, но со временем повседневные заботы, богатства и удовольствия заглушают их, и плод их не дозревает». И еще один перевод. «Упавшие среди колючек – это те, кто услышал слово, но жизнь идет, их душат заботы о деньгах и житейских удовольствиях, и колос их не вызревает». Кто когда видел свои желания или деньги – терновник. Хотя, может быть, я немножко провокационно сказала «деньги», отношение к ним, любовь к богатству, любовь к тому, что может привести нас к определенному комфорту. И вот это оказывается терновником. А почему? Обратите внимание на образ жизни людей, которые любят деньги и зависят от богатства. Это то, что будет разрушать взаимоотношения в семье, взаимоотношения с работниками, если это начальник на работе, взаимоотношения с теми, кто лучше или больше продвинулся по жизни. Вот, оказывается, как это влияет на окружающие наши взаимоотношения и даже на самого себя, потому что человек постоянно будет в заботе, а как же заработать больше. Может быть, вы сами так говорили, может быть, вы слышали других людей, когда вроде бы их интересует тема, которая сейчас предлагается, тема спасения, тема вечности, тема духовных законов, но они говорят «послушаю тебя в другой раз». Это слишком много забот, которые люди эти сейчас видят перед собой, и для них кажется, что если размышлять о чем-то вечном, значимом и важном, это потеря времени. Но значимым и важным в смысле вечности, то это потеря времени. Здесь, на земле, нам надо успевать сделать одно или другое. И вот такой посыл, который идет по жизни, это как сердце, исполненное терновником, откуда выходят вот эти пожелания. Мне надо срочно, мне надо это, мне надо то. И человек постоянно находится вот в этих мыслях. Естественно, возникает вопрос, а как же жить в современном мире, когда на самом деле нам надо уметь справляться с теми событиями, которые приходят, с теми обстоятельствами, которые возникают, с теми талантами, которые мы имеем. Если их не пускать в оборот, то это опять же ленивый раб, еще и лукавый, как назвал Иисус такого человека. Соответственно, что же из всего этого делать? Как нам выбраться из этого круговорота? Потому что, с одной стороны, я прочла, что это повседневные заботы, богатство и удовольствие заглушают их. Повседневные заботы, посмотрите, это все между собой-то переплетено. Не просто заботы о том, как приготовить пищу, отдохнуть, работать и так далее, а когда это увлекает человека ради цели, богатства и удовольствия. То есть человек живет ради удовольствия. Опять хочу сразу сказать, чтобы здесь не возникло внутреннего состояния, что удовольствие – это грех. Само по себе удовольствие – это нормальное и даже богом спланированное желание бога, чтобы мы, живя здесь на земле, были удовлетворены от всего того, что делаем, с кем общаемся. Когда мы осознаем и понимаем смысл жизни и знаем, для чего мы здесь на этой земле и куда идем. Но когда мы живем ради удовольствия, когда пир во время чумы, друзья, вот где проблема. Когда люди, которые хотят просто уйти от реальности и влезть в удовольствие, а еще и в кавычках, когда берется алкоголь или никотин или наркотик или азарт или блуд, чтобы уйти от реальности и сказать, вот мне нужны удовольствия. Или я хочу сейчас хоть сколько-то как бы отдохнуть. На самом деле это то, что будет разрушать человека. И вот эти подмены, вот это состояние подмены – это то, что терновнику дают такое развитие и такой рост, что просто диву даешься, как человек, продолжая жить вот с этим терновником, еще хочет там оставаться. Поэтому я хочу, друзья, вас сейчас нацелить на анализ. Что с моим сердцем? Какое мое отношение к тому, что я имею, к тому, что я могу иметь, к тому, что я хочу иметь? Вот это такие, скажем, похожие вопросы, но в то же время, если мы с вами хотим иметь только, и вот тут задать вопрос, для чего? Для чего? Потому что это есть у другого? Потому что это усилит мой комфорт? Потому что это даст мне возможность быть успешными в служении? Чувствуете, что уже пошел другой расклад? Либо когда я говорю, Господь, я так хочу, чтобы моя жизнь, она была наполнена Твоим содержанием. Чтобы она была наполнена исполнением Твоего плана. А вы знаете, что когда мы находимся в центре Божьей воли, это и есть наша безопасность. Это и есть гарантия удовлетворения и счастья. В связи с этим, так хочется сказать, если мы не знаем, что хочет от нас Бог, а это связано с Его Словом, то поэтому, когда мы начинаем общаться с Богом через Его Слово, что мы имеем? Мы имеем вложенное время, вложенный ресурс нашего разума в определенную цель. Когда мы об этом начинаем думать, когда мы это готовы класть на весы и взвешивать свою жизнь на этих весах. И это требует времени. Это требует усилий. Это требует отложить на какой-то период те привычные бытовые вещи, которые связаны с нашей заботой о разных-разных вопросах. То есть, что является приоритетным. Если ты услышал слово и понял, что оно важное, значит, с этим надо пожить. Этому надо дать прорасти. И если тебя начинают одолевать мысли, да время, зачем так много тратишь, надо сейчас вот то или другое делать, посмотри, уже наступает эта проблема тебе, на тебя или так далее. То есть, вот когда срочность врывается в отношения вечности, это терновник. С этим надо разбираться. Надо каждому отдать свое время и свой приоритет. И поэтому я хочу вас в этом смысле благословить на понимание, как обычные житейские заботы могут стать терновником. Как любовь к богатству может стать терновником. Как любовь к удовольствиям может стать терновником. Потому что семя, оно уже кладется в почву. И значит, если там и терновник растет, то есть там достаточно питания, для растительности, то будет расти и семя. Но если терновник уже там давно, то семя будет заглушено. Поэтому надо удалить терновник. То есть разобраться с ценностями и приоритетами. И когда мы с этим разбираемся, когда мы смотрим, что в нашем времени дня, чему отдано, какое время, на что мы тратим, куда мы его вкладываем. Вот это слово «потратить деньги», «потратить время», оно одинаковое. То есть если мы с вами время вкладываем, чтобы что-то заработать, а потом деньги вкладываем, чтобы что-то иметь. И вот у нас получается некоторая взаимосвязь. Времени и денег, и удовольствия. Но когда мы с вами вкладываем время в вечные ценности, а потом мы хотим правильно распорядиться тем, что мы заработали, уже заработали, так скажем, и в других отрезках времени, то у нас есть смысл, у нас есть мудрость, куда это вложить. Как инвестиции. Потому что мы тогда не будем обкрадываемы теми желаниями, которые внутри нас, нас крадут наши ресурсы. Бывало ли такое, когда вы приобрели что-то, а потом думаете, зачем я это взял? Мне же это не нужно. А что послужило тогда толчком, что вы это захотели взять? Какие-то мысли были в голове, какие-то ценности поднимались в сердце, и поэтому разобраться с этим лучше тогда, чем потом обнаружить, что это лишнее и потраченные деньги. Поэтому и себя, и вас, друзья, я благословляю на понимание ценностей во времени и в эквиваленте денежном. Потому что и то, и другое – это наша жизнь. Мы туда вкладываем себя, мы вкладываем свои ресурсы, свои таланты в каком-то участке времени. И поэтому чем это нам откликнется, что мы потом с этим сделаем, это сегодня зависит от каждого из нас. Но если есть семя положенное, которое проросло, и которое принесло уже плод, потому что мы тут интересное выражение прочитали, плод их не дозревает. То есть идет речь о том, что уже даже и вроде бы как схватилось семя, и вроде как уже росток пошел, вроде как уже там колос какой-то завязался, но семя их не возревает. То есть терновник не дает дозреть, довести до результата, обязательно где-то скинет на обочину с дороги человека, который не разобрался с тернями и стал сеять семя. Один из пророков, пророк Осия, говорит слова такие – «Не сейте между тернами». Это повеление. И поэтому нам предлагает Господь разобраться. Семя-то идет, звучит. А ты оказываешься в какой позиции? Того, кто просто это семя принимает как должное. Ну я же в Божьем народе, я к нему отношусь, я сейчас в церкви нахожусь, либо я слушаю чью-то проповедь, либо я сам читаю, и семя попадает, значит оно прорастет. Но лучше бы посмотреть в свое сердце и посмотреть на приоритетность. Что для меня важно? Сколько времени я чему уделяю в течение дня? И если мы с этими вещами разбираемся, правильно, на что у меня уходит время, и видим, что нет времени для общения с Богом, друзья мои, вот где может быть закапана какая-то очень серьезная проблема, вот где она кроется, вот где она может быть спрятана, и нам важно ее вскрыть. И таким образом выделить время для общения с Богом и сказать Господь, вот сейчас, вот в этот час, или в эти полчаса, в эти 15 минут, в эти 2 часа, я не знаю, каким вы временем будете обладать, но пусть оно у вас будет стабильным, пусть оно будет наполненным тем содержанием, которое будет корректировать, какие же ценности тобой руководят. Итак, мы с вами приходим сейчас еще к одной почве, но это уже почва добрая. Посеянная же на доброй земле означает слышащего слова, разумеющего, который бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной 60, а иной в 30. Что мы здесь имеем? Во-первых, мы с вами перечислили 4 почвы, и у меня вопрос, соответственно, прежде чем мы разберем добрую почву, с одной стороны, вроде бы тут все понятно, но все-таки, если мы ее немножечко покопаем и рассмотрим, то хочу сказать вам о 4-х почвах в принципе, которые мы рассмотрели. Сколько добрых почв мы из 4-х видели? Не тороплюсь говорить ответ, потому что думаю, что вы уже его должны сказать сами. В основном люди говорят «одна» и это последняя почва. С одной стороны, это так, и это справедливо, потому что мы читаем, так написано, что вот «а добрая почва, она дает вот такой урожай». На самом деле, мы разберемся в конце уже, что же все-таки делать нам с предыдущими тремя. Но сначала рассматриваем вот эту почву добрую, слушающую и разумеющую. Разумеющую ценность услышанного, разумеющую актуальность, разумеющую практичность, разумеющую ответственность. Что это слово прозвучало к тебе не потому, что ты чего-то, может быть, не знал, хотя был момент, когда ты этого не знал, но сейчас уже, может быть, повторно, третий, пятый раз ты слышишь то слово, которое ты можешь теперь проверить себя. Насколько ты в этом слове продвинулся. Либо ты его слышишь, и оно остается просто лежать в стороне. Ты узнал, и теперь думаешь, что оно само по себе должно сработать. Но это обман, друзья. Само по себе слово, оно работает в том смысле, что оно свет зажигает. И вот если свет горит, то мы при свете можем навести порядок. И это уже следующий этап нашей ответственности, когда мы выбираем навести порядок. И поэтому я хочу сейчас вместе с вами понять, что добрая почва – это почва, в которой есть место для семени, есть время для Бога, и есть атмосфера, при которой это семя растет. То есть, когда человек, услышав, размышляет, проникает ли это слово в его практику, насколько оно реализуется в его практике, и тогда, когда это происходит, на самом деле эта почва становится уже урожайной. Но вы знаете, что сегодня посеем, завтра мы урожай не собираем. Должно пройти время. И значит, в течение времени работа с почвой – это возможность прорастать этому семени, на самом деле достаточно глубоко. И я благословляю и себя, и вас, друзья, пониманием, что добрая почва – это наша ответственность и наш выбор. И если я уже сказала, четыре почвы мы рассмотрели, и только одна из них добрая, и то в доброй почве разный урожай. 100, 60, 30 или 30, 60, 100 крат. То есть насколько будет умножено это семя, зависит уже от той атмосферы, от сказанных слов в адрес того же семени, или в самих себя, в адрес будущего, в адрес Бога, в адрес тех людей, которые вас окружают. Благодарность, посыл сердечный, который наполняется определенным состоянием души – это то, что мы с вами выбираем. И если мы выбираем почву добрую, то мы говорим, Господи, если ты уже позволил мне быть доброй почвой, то пусть она вырастет во сто крат, пусть она не будет лежать. И даже если в 30 крат – это здорово, то во сто – это лучшее. И мы берем лучшее, мы берем большее. Но то, что мне еще хочется сказать сегодня, друзья, что все четыре почвы, они по сути своей добрые. Но есть с чем работать. Если говорить о почве, то оно предназначено, чтобы семя туда было положено. Почва для того, чтобы произращать. Бог обратился к земле и сказал, ты произрастишь породу своему. В третий день он повелел земле произращать то, что туда попадает, как семя. Поэтому у земли есть сила, а у семени есть власть над почвой. И тогда, когда семя туда попадает, то власть забрать от почвы ту часть, которая в почве для семени, как питание. Но через это семя умрет, но принесет уже урожай и плод. Итак, все предыдущие виды почв, они могут стать добрыми, если мы с ними поработаем. Допустим, там, где топчутся, там скопать. Как это будет выражено? Не обращать внимания на общественное мнение, перестать жить мнениями других людей, а понимать, что ты ответственен сам за самого себя. И тогда вот то, что ты перекопаешь, то и станет, опять же, доброй почвой для этого семени. Каменистое – это либо насыпать больший слой, либо убрать камни, которые внизу в этой почве. И то, и другое возможно сделать, хотя это трудоемко. Третий вариант – стерновником. Надо разбираться, надо его вырвать, выкорчевать, либо удалить сорняки. Соответственно, когда мы занимаемся этим и понимаем, что я со своими приоритетами должен разобраться, мне надо расставить все на свои места. Мне важно ответить себе на вопрос, а что для меня на самом деле является ценным? Из-за чего я сегодня ссорюсь или не ссорюсь с своими близкими и родными? Что для меня ценнее? Мир сохранить? Уважение поддержать в адрес другого человека, либо унизить его из-за денег, либо унизить его из-за того, что он где-то, может, меня в чем-то обошел, потому что стал лучше и так далее. Итак, друзья, мы с вами выбираем, как мы работаем с почвой сердца. И если вы для себя что-то обнаружили, что вы еще не соответствуете четвертому критерию почвы, то сделайте все возможное от вас, чтобы эта почва стала плодородной, потому что Господь хочет, чтобы мы с вами не оставались там, где находимся. Я хочу помолиться вместе с вами о почве сердца. Вы можете положить руку на сердце и сказать со мной несколько слов. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я благодарю Тебя, что Ты дал мне сердце. Я благодарю Тебя, что в этом сердце есть почва, и она предназначена для принятия семени. Я хочу благословить Тебя, как сеятеля, чтобы в мою почву ложились те семена, которые принесут урожай. Но дай мне правильно увидеть качество почвы. Дай мне понять, что с моим сердцем сегодня. Я хочу разобраться, что происходит внутри меня, чтобы разбираться с почвой как можно быстрее. Если надо вскопать, то вскопать. Если надо убрать камни, то их убрать. Простить людей, на кого я обижен. Господь, помоги мне. Если это терновник, если это забота, если это неправильные привязанности, я хочу от них освободиться. И благослови меня доброй почвой, куда ложась семя, приносит плод и в 30, и в 60, и во 100 крат. Благодарю Тебя, что Ты меня слышишь и отвечаешь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Друзья мои, если вы молились сейчас этой молитвой, то имейте в виду, что Бог готов отвечать на наши запросы души. Он готов отвечать на запросы сердца, и поэтому и сейчас ваше сердце было в его фокусе. И он наблюдал за тем, что там происходит. Но он и вам это покажет. Поэтому примите это слово как слово благословения и работайте с почвой сердца, потому что отсюда источники жизни. Всего доброго. До новых встреч. До свидания.